Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вас Лапкин, фамилия? Да, Лапкин, Игнатий, город Барнаул, Алтайский край. Я смотрел ваши видео, вашу деревушку, я живу в Америке. В Америке, вот как, доброе утро. Доброе утро, у нас вечер. Ну у нас утро, мы сейчас, утром мы встаем в 4.40, помолились, я говорю, дай-ка я утром попробую зайти. Я историю, всю вашу историю пересмотрел, ваши стихи читаю, у вас на блоге или как на сайте есть. Да, да, сайт форум. Игла, Игла подписана. Да, Игнатий Лапкин, Иг, Аллах с большой буквы, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин, я очень вас хорошо знаю, ваши проповеди слушаю. Мне нравится то, что вы делаете, очень нравится. И ваша жизнь, это удивительная. У нас тут торжество было, 3 февраля. Вам видно, голуби летают? Видно, я знаю ваши голуби. Да, и вот 3 февраля исполнилось ровно 40 лет, как мой родной брат, отец Аким, 40 лет в священном сане. И к нам в общину тут алтайский митрополит приехал, службу вел, литургию. У нас митрополит удивительный. За наши страдания Бог дал такого, как отец родной. Иванников, фамилия его. Вы записываете это сейчас? Да, конечно. Это вы, вы это увидите, завтра можете уже увидеть сами себя. Интересный вы человек. Особенно мне нравится ваша борьба с режимом советским, который был. Ну, а вот если вы на наши ресурсы заходили, там в сайте, там первая книга открыта для слова Божия нет уст. Там о том, как меня судили, как кто-кто выступал. Я все, я все пересмотрел, буквально все. Ну, не все. Все не просмотреть. У нас 14 700 роликов. На это вам потребуется... Не все, но, может быть, 80%. Ну, может быть. Боже. Вот, чтобы все посмотреть, все посмотреть, вот так непрерывно смотреть, это потребуется полтора года. У меня есть вопросик маленький. Я имею ссылочку, вот здесь у меня стоит. Отдельный ролик, я выкинул его. Это когда вы Игоря Глушкова, как бы, учите... Он с женой там разводился, да? И вы ему наставление делаете. Это удивительное наставление. Я его пересматриваю, может быть, 50 раз уже смотрел. Когда вы говорите, что жена твоя... Ну, я с женой одной прожил 36 лет. Я не имею проблем с разводом. Да. Мне нравится самый подход ваш. Ты должен быть на ступенечку выше. Ты на ступенечку лучше. Да. Чтобы дети противились. А, это удивительное дело. Удивительное дело. Вы пришли к нему на дом, там какая-то у него проблема была. И, как бы, давали ему наставление. Правильно? Правильно. Да, да. Так, а у вас это еще детки принимаются там в этот... Как стан называется? Да. Дело в том, что уже два года, нынче третий год будет, мы перешли в другой формат. Потому что указание, когда утонуло там девять детей в самом озере-то, и от президента Путина было указание все лагеря проверить. А проверить это значит рубить. Но они позакрывали лагерей. Масса, в некоторых областях ни одного не осталось. А кто нарушитель, меньше миллиона нету штрафа. А у меня ни пенсии, ничего. Пенсия, то вот на сегодняшний день у меня пенсия 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. 120 долларов. А у меня 35 лет трудового стажу. 35 лет трудового стажу. Почему? Государство нас давило. Мне нигде нельзя было работать. Я прораб. Я моряк. Нигде. Все перекрыли. Только можно в неведомственной охране, в той милиции, в нашем районе, чтобы я день и ночь был под присмотром. Но я свободно одежу, что-то я на велосипед, инструменты, и 40 лет пищи делал. Я с деньгами был. Но все мы отдеваем. Я пищу знаю делать. Я только каменщики. Я пищу делаю. Камины. Еще в Америке даже. Вот на следующий лет буду печь одному русскому парню делать, который пироги печет. Он хочет в американском доме на дворе сделать печь русскую. Хорошее это дело. Это и доходно. И я делаю экономное. Это не так, что это доходно. Ему как бы для качества выпекаемой продукции. Это не электрическая, не газовая. Дровишками протопленная на кирпичах неупорных. Это как бы все законно. Я прорабом был. В жизни не поверю, что мне Инатий Лапкин попадется в чатрулетки. В жизни не поверю. Вот что попадется. Вот сегодня я молился, Господи. Я утром не заходил. Дай-ка я зайду утром. Володя, зайди сюда. Посмотри, какого гостя Бог дал. Как вас звать величать-то? Я не возьму. Меня Игорь зовут. Вон он. Я Володю знаю, что он делает ролики вам. Да. Высокий, смиронный парень. Очень спокойный. Мне нравится, что он спокойный, работяшкий. Да. Да. Хорошо. Рад очень вас видеть. Удивительный человек был. Я вам... Вы знаете, что понравилось еще у вас? Ваше определение совести. Вы там с атеистом беседовали? Да. Я спрашиваю у него какой-то ученый, он там степень не имел. Что такое совесть? Он там начало обнесять. Скажите, как бы слова. Ну, вот как тусим говорят, вчера он заходит и... Ну, у меня вот, знаете, такая апатия, так безразличие, то другое. Я считал всех святых отцов, насчитывал пять томов добротолюбия, жития, златоуста. Это у меня 50 книг Аудио насчитано. То есть я знаю, о чем говорю. Симфонии составлял на них. Но у меня свое определение. Самое простое, что от плохо сделанной работы, плохо молился, плохо постился, и ты унываешь. Ты даже сам того не замечаешь. А совесть, она начинает превалировать над другими твоими чувствами. О совести много говорили. Как Гитлер признавал, что это предрассудки жидов. Вот. Ну и чем закончилось? Ну да. Почему Иоанн Затаус говорит, совесть первичнее Евангелие. Как? Когда Евангелия-то не было, Моисеев, закон-то пришел всего лишь только 1600 лет назад. А до этого-то опять-то 4000 лет где было? Совесть то оправдывала, то судила. Да, в Рыбле она написана. В Рыбле она написана совесть. Да, именно так. Не имела закон, а они имели совесть. Да, она первичнее, Евангелия не было, человек по совести. Совесть замолкла, дал Бог писанный закон, тот же со совести. Вот так. А вы знаете, почему я в рулетке нахожусь-то? У нас был брат... Вы понимаете? Брат был один, Козлов Сергей, парализованный. Я видел его. И он перед смертью сюда зашел, я про эту рулетку и не знал даже. Зашел и два ролика выставил. Я посмотрел, это ужас какой. Я тогда помолился, Господи, Талант Сергея, который умер, дай мне. И зашел сюда. Вот сейчас уже 72 дня, как я здесь нахожусь. И у меня уже составлено почти 300 роликов. Вы работаете сильнее, чем некоторые блогеры, которые здесь заходят, записывают диалоги и выставляют. Тут один из... Вы с Богом работаете, а не без Бога работаете. Они работают на разрушение, вы на созидание. То есть, и тут я несколько способов нашел работать. Отдельно у меня псалтырь крупно, Евангелие считаю. Трогать людей. Или мы вдвоем, или я один вот так вот сижу и руки включить, выключить. Здесь передвинуть где. И вот недавно, когда зашел сюда, и так вот один как, он закричал. Ой, кого я вижу! Игнатий Тихонович, да я столько лет вас искал. Он в Америке живет наш, отсюда, Алтайский. А я его отца еще знал, они баптисты. Я с ним говорить, он не может говорить. Он восхищенный, радуется, кричит. Ой-ой-ой, да разве я думал, что я тут вас встречу? Это Господь, я говорю, делает. Перед тем, как зайти, мы помолились, и Господь открыл. А вы ездите в миссионерское путешествие, вы ездили в миссионерское путешествие, ездили в машине, далеко ездили. А вы там видели, как я в Латвии был, на том месте, где я обратился? Ну я не видел, но я посмотрю. А я вам, знаете, вы выйдите на меня на скайп, просто зарядите в скайп Игнатий Лапкин, прям сегодня, и я вам все ресурсы скину. Как на то место мы приехали, и как там у меня воспоминания были, как меня Бог обратил, когда я на корабле работал. И кто смотрит... Как вам не было препятствий пресечения, когда Латвия, как бы Латвия... Нигде не было, нигде. Мы проехали до Лиссабона, от Владивостока, Прибалтику и Скандинавию, север. А вы вот как зарядите. Игнатий Лапкин в Ютубе. Латвия, Венспилс. Я посмотрю Ютуб. 50... называется 2... Я буду ехать на работу, я посмотрю ваши... Написано там... Я тоже, честно, примерно 3 месяца я к вам не приходил. Я ваши проповеди читаю на стихи, заходил на ресурс ваш, я тут смотрел на все. Знаете... Я как бы 3 месяца не был, потому что немножко занят был, и я как бы... Упустила. Там написано 52 года в пути. И кто бы ни смотрел, там, баптисты, кто... Все плачут. Я там плачу, и все плачут со мной вместе. Я пришел на то место, где меня Господь нашел. Я с детства верующий. В старобряческой семье было, что Бог есть, суд, а о Христе, Библии, это я не слыхал даже. И Господь так вот сделал. Вы обязательно можете сегодня даже зайти, а по скайпу установите связь, я вам буду материалы большие скидывать. Я постараюсь выйти на вас по скайпу. Очень легко выйти. По нашему... Какое время, я вам заранее скажу. По Москве. От 4 ночи до 4 дня, по московскому времени. 4-4. Вот в этот промежуток заходить. Ну, воскресенье, мы заняты воскресенье. А в такие... Ну, я знаю, у вас собрания, служения. Собрания, да, да. Занятия идут. С Библией занятия у вас есть. Да, 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 да. Для православных... Ваша община не вмещается, все нормально у вас, как бы. Да. Или как бы есть чуть-чуть новые приходят или другие. Как у вас там? Да, всякое. Ну, новые люди приходят и вот обращаются. Даже вот в рулетке уже такие... Несколько мусульман приходят, находят меня. В прошлом году вот приезжал мусульманин, крестили. Очень ревностный такой. Видите, я не теоретик, я практик. И поэтому... Я знаю. Да. Вот говорят, дети в стороне... Вы практикирующий теоретик. Вы теорию хорошие. Да. Конкретно вот тема, какая возникает, я эту тему сразу поднимаю. Вот, допустим, говорят, народ необразованный, не знают. Я одновременно в пяти институтах веду занятия в университетах. В тринадцати школах, во всех отделах милиции, воинских частях, на заводах, фабриках. Вот, начинайте делать. Вот спрашивают с евреями, захватили евреи, бороться. Я не отвергаю, надо. Но оружие надо знать, какое? Любовь. Вот ко мне привезли еврея, а он обратился, а сейчас православный священник. Вот начнете каждый работать. Вот мусульманин, он обратился, она, мусульманка, свидетельница Егова была. Теперь она другое имя имеет, приняла крещение православное. Вы начинайте работать. У нас погублено двадцать одна тысяча поселений в России. Полностью исчезли. И десять тысяч дышат на ладан. Вот мы взяли пустой участок земли, получили статус, строим храм, школа государственная, но все верующие. Начинайте все, и у нас что-то получится. А что вы смотрите? Подыскиваются под меня. А что подыскиваются-то? Я никакой должности не имею. Ну, как не имеете? Вы духовные служители, на духовной работе. Как не имеете? Ну, это так. Люди-то не всегда понимают. Это выше, как должность медвежская. Это, конечно, так. Я конкретно говорю. Пуще спасаете. Это больше, нежели врач. Вот большая преступность. Ну, я соглашаюсь. Ну, что дальше-то? Дальше я иду в тюрьму, работаю бесплатно. Повторяю, нигде преподаю. Все бесплатно везде. Я нигде ни за что не получаю ни одной копейки. Кроме пенсии. Но Бог меня кормит. Вот это и оно. Вот оно. Ну, 38 томов издать. Мы только в поездку подарили на 35 миллионов рублей книги. 650 городов посетили. Я везде дарил все свои 38 томов, которые вышли. Где деньги взять? А Бог дает. Незнакомые люди внезапно открывают щедроты свои. В Америку вы не приезжали никогда? В 92-м году я много по ней поездил. В 92-м. Значит, я был в Джордан-Вилле, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Сакраменто. Жил в Лос-Анджелесе. Окей. Ну, я еще тогда в Америке не был. Я в 98-м приехал. Ну, вот так. Но я не мог оттуда вырваться. Все чужое. Все не такое. Мы уже привыкли, как бы, жили все чужим. Конечно, живут они намного лучше, то другое. Но у нас свое. Ну, ясно. Но мне Америка не то, что она имеет хорошее состояние, как бы, жизни, жизненный уровень высокий. Меня другое покупают в Америке. У нас такой случай был тут. Парень работает гидом. Там приезжают с Америки отовсюду. Он водит их по музеям. И с Англией одна девушка. И они познакомились, а потом поженились. И она в Москве живет. Ну, живет там. Привезли он, строит бревно там, штружки. Никто не убирает, пока не построит. А в Америке же не так. И она говорит, я привыкла вот к этому. Рядом крапива под окном растет там. Я, говорит, в Англию-то поехали. Это порядок, говорит, английский-то меня, говорит. Я-то выросла, он меня как-то уже смущает. А тут я живу свободно. Я уже привыкла, говорит, к этому. Тут другое, другое, другое восприятие жизни. Другое совсем. Вот как Господь устраивает. Вот вы знаете, кто эту чат-рулетку изобрел-то? Нет, не знаю. Мальчишка, 17-летний двоечник. У него двойки, экзамен сдавать. Он говорит, а мне не знать одни двойки. Я стал думать, что ж одну-то. И вот он натолкнулся сделать, чтобы люди приходили тут. Не надо регистрироваться. Знакомство. То есть это ролик, это сказать, для блуда сделано. А тут 80% мусульман, 50% голых мужиков. Я им все это объясняю. Вы же как духовный человек знаете. Я для этого и пришел, чтобы людям дать выход к свету. И его звать Андрей Терновский. И фамилия Терновский от Терния. И он сразу стал миллионером. Да, миллионером стал, уехал в Америку. Ну, конечно, они здесь все. Я объясняю людям, когда спрашивают, зачем рулетка, почему там много всяких извращенцев. Я говорю, есть такой господин мух, Вильзевул. Ну, вы же знаете, кто он Вильзевул. У него есть люди, мухи. Вот это мухи. Он называется господин навозной кучи или господин мух. Да, господин, божество над мухами. А то демонов злых. Я говорю, ты что, мальчик, ты о чем говоришь? Да, понятно. Он этим занимается. Он продает как бы свое. Да, да. То, что он и... Это ужас. Я все это объясняю им. Вот мусульмане. Я говорю, а вы зачем здесь? Ну, вот поговорить. Да тут говорить-то не с кем. Они голову прячут. У них главное говорение ниже пояса. Вы пришли вот зачем. У вас по вашему учению разрешается иметь четыре жены. За каждую надо колым вену платить. А тут ты пришел бесплатно, сорок четыре, и все голые о них хохочут. Я говорю, вы жеребцы неуемные. И поэтому Аллах, Аллах, я ему показываю Коран вот так вот. У меня том один вышел. Я полностью Коран разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. Такого материала нет больше нигде. Не нападая, ничего. Он не может ничего сказать. Он не считал. Я говорю, у вас в Коране вот написано. Я Коран не читал, он не знает его. Не знает. Аллах, Аллах кричит. Кричит Аллах Акбар. Я кричу Иисус Акбар. Иисус Акбар, то есть великий Иисус. Ваша жена еще жива, здорова. Я вот сейчас только молюсь вместе. По интернету. А, окей. Да, все. Вот вы зайдите только по скайпу. Я вам скину все эти, где мы молимся, в какое время. Вы можете с нами молиться вместе. Хорошо, я позойду. У нас молитвы определенные. И кроме того, после молитвы я еще даю определенные материалы. Значит, у меня огромные-огромные материалы. Материалы по изучению Писания священного? Или какие материалы? По Библии или по... По Библии? По Библии. Вот смотрите. На нашем сайте, если вы были, вы знаете, там 55 папок. Да, есть. Вот. И там что-то тебе нравится. Православие, католицизм, иудаизм, мусульманство, будущее, волшебство. 55 папок. Ткнешь. Одни вопросы идут. Кавком Томи у меня это отображено. Ткнул. Да. Мне нравится ответ из стихов. Я, когда читаю вопросы, есть много ваших стихов, есть других стихов. Я оттуда стихи повыучивал некоторые. Из ваших материалов повыучивал как бы себе. Мне они понравились. Это я студентам в университетах отвечал. Это ответы, которые я давал. Я ввел три радиопрограммы регулярно. Одна онлайн была, то есть в прямую, в воскресенье. И вопросов были тысячи. Но сохранилось 4124 вопроса. И потом я их подробно здесь уже развел. Вы думаете, будут изменения ли в России к лучшему? И когда, припустим, ну, как бы. Сейчас, как вы видите, то мне интересно просто. Знаете, я попутно скажу. Когда я был в Америке, то меня решили, ну, показать там Америку. Давайте, знаете, торговые центры были, которые свалили они. Сами же американцы-то. Все уже знают это. Ну, и туда поднялись. Я посмотрел там все. Даже статуи рядом. А когда спустились, там у вас коп называется. Ну, полицейский-то. Здоровый такой. Там пальма растет. Полицей здоровый? Да. Он подошел, мы сфотографировались. Он мне говорит. А я когда-то по-английски разговаривал. Тут маленько восстановил за две недели. И он говорит, вот Америка наша пойдет книзу. А Россия будет подниматься кверху. С чего он это сделал, я не знаю. Я это не гадаю. Я только могу определенно сказать, что в Откровении 17-18 глава в Апокалипсисе говорится про Москву. Что она будет сожжена в один день, что русские войска придут к Израилю и там падут. Там конец ее будет. Это 31-я Еремия глава в Апокалипсисе. Это не мое толкование. Это не мое толкование. Я не толкую ничего. Я не имею такого таланта. Я просто вспомнил, как бы есть параллельно 31-й Еремии. Вот когда спрашивают, а почему вы, так сказать, я о России другое не говорю, а другого нету. Я со всеми слоями населения. Дети у меня, студенты передо мною, взрослые выступают в разных заводах, фабриках. Я народ знаю конкретно. Со всей милицией работаю, воинскими частями. Я вижу, что с каждым днем хуже делается. Никаких признаков, что будет лучше, вообще даже признаков нету. Но мне этой свободы хватает. Я не в тюрьме сегодня. Я реабилитирую. Вы при советской власти были свободны? То что вам Россия сейчас, российский режим? Вы при советской власти кнопочки нажимали и писали Солженицыну. Одним, как вы говорили, одной кнопкой, сколько там, магнитофоном по ночам. А сейчас пишут, там один писатель пишет, журналист. Вот благодаря таким, как Лапкин, подтащивались основы тоталитарного советского режима, который рухнул. Ну, его Бог разрушил, если так. Конечно, Бог разрушил. А использовал, Бог же работает через людей, но и через вас, может быть, какой-то лепт. Ну, я говорил, что есть, меня судили. Стихотворение там про Ленина. «Стоит свой рот ощереп, по мёту птиц подставив голый череп. Вож атеистов сонмище иуд». И первый в стране распространил архипелаг ГУЛАГ Солженицына. «Насчитал на плёнке и раскрутил по всей стране». А мне сейчас говорят, какие умники, вот здесь, значит, рулетки говорят, что это всё фальсификация. А Солженицын написал неправду, как бы он выдал под заказ. Вы знаете? Нет, нет, не всё это. Больше трёхсот свидетелей. А кроме того, я с живыми жителями ГУЛАГа знаком был. У меня свидетель был, он родился в ГУЛАГе. Священником стал. Есть такой удивительный, вы знаете этот писатель Шаламов? Куприн, русский писатель. Ну да, конечно. У него есть, почитайте, может, вы читали, не знаю, вы начитанный человек. У него есть астрономический финал, маленький рассказик. Вот так. Астрономический финал, запомните? Да. Ну там три абзаца, прочитать это легко. И одному человеку сказали, изменились ли люди. А он говорит, ну Куприн по заказу написал этот рассказ. Он в 1908 году написал его. В 1908 году. А он, по заказу написал там. Ну кто ему заказал? Он написал то, что видел, то, что его окружало. Он жизнь записывал. Ну, почитайте от Куприна рассказ «Гастрономический финал». Очень интересный, коротенький. Он поехал в Финляндию с писателем, который был Нобелевским лауреатом. Как его фамилия? Сам был ее фамилией. В Франции жил, умер в Франции. Без знаний. Русский писатель знаменитый. А кто? Антоновка написал. Антоновка написал повесть Антоновка. Бунин, Бунин, Бунин. Бунин. Так он лауреат Нобелевской премии. Да. То вот Бунин, он с Бунина въездил в поездку в Финляндию. И вот написал коротенький рассказик за Финляндию и за Россию. Интересно будет почитать. Ну я не про то. Я говорю, что люди не понимают, они недальновидны. Вот Лосожильцы написал неправду. Вот под заказ написал эту. Ну это же классика, как говорят. Кто-то сам, что вас обвиняет, что вы на какую-то сторону пишете. Вы свободный человек, вы знаете, жизнь, вы видите ее. И давно уже ее видите, наблюдаете, души людские, вы знаете. Знаете, много говорят о протоколах сионских мудрецов, что это царская охранка. Ну ладно, охранки нет. А почему точно по написанному в мире все идет? Тут не надо ничего договорить. Оно идет так, как там написано. О чем Далес говорил? Если кто желает, говорит, открыть очи. Он откроет и увидит. Исайя смело восклицал. Говорит, кто поверил слышенному от нас? Кому открылось? И кому открылось, пишется Господне. Да, 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 да. Именно так. Видите, вот вы знаете, это легко уже считается. Один из привода говорит, кто поверит тому, что вы проповедовали вам. Но не все верят. А тут тоже вы признаете, что не все верят. А есть люди, которым закрыто оно. Не открыто оно. А то не от них зависит. Ну, зависит наше расположение. Зависит, конечно, от Господа. Наша молитва ничего не значит. Она просто открывает двери благодати Божией. Есть. Абсолютно верно. Согласен. А люди, которые не хотят иметь человеку свободную волю, он в смысле управляет собой. И он закрывает. Я говорю некоторым людям. Вот здесь атеистов на чатрулетке очень много. Они говорят, Бога нет. Начинают за материю объяснять какую-то черную материю. Он найдет. Такую чушь мелет. А вот что ты мелешь? Есть это еще в преступлении наказания Достоевский сказал, у Стамикова героя. Если Бога нет, то все позволено. Правильно? А когда Солженицыну давали Нобелевскую премию, он говорит, я с детства эту фразу помнил, что люди забыли Бога, тире, отсюда все. Весь уголовный кодекс. Страха нету. Все позволено. Все позволено. Абсолютно верно. Если человек знает, что дела его злые, он говорит, Свету не пойдет, чтобы не обречились дела его. Это понятно. Хорошо. А вы в каком районе находитесь в Америке-то? Я в Массачусетсе живу. В Массачусетсе между Бостоном и Нью-Йорком наполовину. До Нью-Йорка мне два часа, до города Нью-Йорка. До Бостона полтора часа. Ну, маленький городишко, 40 населения, Спринфон, большой Спринфон, так называемый. Ну, маленький, еще меньше живу. Вестлин называется город. Ну, тихая городишко, тихенький, чистенький, аккуратненький. Все здесь работает хорошо. Ну, все нормально. Америка же знаете, какая страна. Только живи по закону, и тебе никаких проблем нет. Ну, вот я 20 лет живу, меня за 20 лет кто не обругал в Америке? Никто. А вот на четвертых же я сотни матерных слов получил. И материли, и обзывали, и что хочешь делали, и как хочешь говорили. Даже эксперимент проводил. Пришел с деловой встречи, белый в галстуке, в галстуке, в костюмчике сижу, как бы, они смотрят, о, Америкос, и пошло-поехало матеряться. Я еще слова не сказал, абсолютно, ни одного не пикнул. Они думают, что я не понимаю языка русского, и меня матерят. О, смотри, сидит. Ну, это такое. Люди злые по природе. Библия говорит, все совершили лишены славы Божьей. Да. И грех вот в них это производит. Они, может быть, и хотели бы хорошее что-то сказать, но внутри напомненные. Добрый человек пишет из доброго сокровища сердце, выносит что? Доброе. Когда я был в Америке, это в 92-м году, ну, мне пришлось слово сказать в Жорданвильском монастыре на тему «Будущее русской эмиграции в свете священного писания». Они ее широко распространили. Там были и китайцы, и корейцы с переводчиками. Я им показал на основании слова Божьего святых отцов, что ждет эмиграцию. И Россия. Без России ни одна трагедия не заканчивается. Она является завершающим моментом. Ну, вот, татар-монгольская лига, где она закончилась? Мамаева побоище. Наполеон захватил все. Где закончилась? У русских. Гитлер где все захватил? Где закончилась? У русских. Америка-то уж пришла, когда шапошный разбор. Когда уже в Европе вовсю шла война. Янатий, а вы знаете, как бы, я хотел спросить вас. Вот я приехал в Америку, начал чуть-чуть интересоваться. Здесь же возможностей побольше, как у нас были в Советском Союзе. Интернет, доступ, открытые документы. Вы знаете о таком явлении, как в Башкирии был город, американцы кормили хлебом русский народ. Вот 3 миллиона организаций, такая американская, American Refugee Association. Она имела штат в Рыге. Тогда еще Рыга была не советская, а то Рыга была. И 300 человек у них в штат. И они собирали средства в Америке. И кормили до 9 миллионов людей в день у хлеба. Вы слышали об этом? Нет, нет. Я только когда там был, в Лос-Анджелесе жил. И в это время мы каждое утро прогулялись с архиепископом Лос-Анджелесским Синкевичем Антонием. И он говорит, вот Америка вся, ее по-другому не зовешь, как блудная Америка. Отсюда весь разврат на мир идет. Но Бог ее хранит за многие добрые дела, которые она делает. Вот беда какая, они туда кораблями буквально, говорит, и масло, и продукты, все шлют. Вот он мне это подтверждал. А что? Бо этот художник Айвазовский нарисовал две картины. Одна, прибытие кораблей с хлебом. И другая, картина, раздача продовольствия называется. Она находится в Нью-Йорке в музее. И он ее подарил, Айвазовский, подарил ее в знак благодарности. Знак благодарности спасения голодающих и медицинской помощи, которые медикаментами помогали. А попросил его об этом. Был патриарх Тихон во время революции? Или как назывался? Православный патриарх. А его избрали уже во время начала революции. Тихон Белагин. Он попросил архиепископа Нью-Йоркского оказать помощь России, потому что у нас люди голодают. У нас без медицины, без хлеба пропадают. Может быть, просто голод. Помогли. И вот это американцы откликнулись и в знак благодарности Айвазовский написал эту картину и подарил ее в Америке. Про ее тоже не молчат. Вы забейте на интернете, посмотрите эту картину. Она есть, как бы выставлена, она есть, знаем, рукой Айвазовского, кисти Айвазовского. А я вот сейчас с людьми разговариваю, что я с башкиром одним говорил. Я говорю, я знаю, например, башкирию, как? Ну, башкирский мед знаменитый, правда? Башкирский мед. А второй на месте, это ваш мед, алтайский мед. Да. Ну, я немножко чуть-чуть знаю, но он не был никогда в Сибири, никогда в Сибири не был. Дальше Урала не переезжал. Как Ломоносов сказал, Россия будет распространяться за счет Сибири. А в Сибири жительницей считается Алтай. Тут просторы огромные, до горизонта поля. Все абсолютно растет. Богатый... Ну, у вас же и теплое лето, не холодное лето. Или не успевает там картошкой, знаю, вы копаете, выращиваете. Я видел вас там в деревне вашей. Да, все растет. Виноград растет, виноград. Виноград сажают. Тут такие сады огромные. Институт сельскохозяйственный, лесовенка. Тут много. Ну, все, эксперименты разные. Новые выращивают растения и прочее. Продукты такие, там, ну, деревья, которые плодоносные. Много. Арбузы растут. О, арбузы. Арбузы растут. Бахча, арбузы. Он говорит, арбузы ли? Володя говорит, растут. День, арбузы, яблоки, груши, все растет. Ну, и снега падает много у вас, да? Снега было много зимой, бывает снеги. Снег. Снегу много, конечно. По метру, сколько снега? Бывает по метру. Ну, вот у нас как-то один раз было, 7 июня заморозок был. Даже листья лопухов, репья лопались, как стекло. Вау. Ну, один раз такое было. Это исключение, как бы, аномальное явление. Да, погода изменилась очень сильно, как я даже помню. 45 градусов мороза, это обычно могло быть. А сегодня, нынче, больше 32-х и не было. И вот, то есть, апрель, еще 4, а у нас снег почти весь стаял в городе. Ну, у нас-то не бывает весны теплой, где я живу. Вот в Массачусетсе не бывает теплой весны. Как бы пока греет, солнце греет. Вот так холодно, вот сегодня холодно, ветер дует, потом чуть-чуть потеплее. А потом буквально за 2-3 дня ударила жара. Неделя уже, все деревья выскочили, листочки выскочили, зеленые все стало. И уже жара печет до самой осени. Знаете, Россия окружена базами ракетными, там, с Америки-то. Ну, и угрожает. И недавно Путин выступал, может, слышали. Он говорит, ну, они ударят по нас там. Ну, мы умрем, мы мученики будем. А вы, говорит, все равно сдохнете. Земля будет отравлена. Я думаю, на тебе умный человек. Вы понимаете, что не ударят. Господь допустит. Москва должна сгореть. Если одновременно полторы тысячи ракет падают со скоростью супергры, гиперзвуковой скоростью, то это должно быть, потому что у Бога этот сценарий уже написан. Он проектируется. Да, мы не знаем, как написано, когда он будет воплощаться. Да, ну, а как? Мы смотрим на другие факторы, которые для нас понятны. Ну, я был в Майами-Бич, да, в Майами, да, вот здесь на Флориде отдыхал. Вот когда... Они говорят, вот американцы, все русские яхты. Они же здесь хранят, свои жены живут здесь, дети учатся в американских. Лаврова вот от меня 40 километров дочь учится в этом школе право ели. Она вот здесь 40... Так многие здесь. Они здесь живут, жены, их квартиры здесь. Эти олигархи, они по Нью-Йорку, по Майами, по Сан-Франциско. Они же здесь ходят. Да почему, будут бить там, где они гуляют, там, где они деньги хранят, там, где их дома стоят. Они поэтому бить не будут. Ну, что-то где-то мы можем еще как-то проектировать. А вот что в Писании написано, так и будет. Я говорю, вы знаете, дальнейшая жизнь какая будет? Какая? Я говорю, столица и мира не Вашингтон, не Москва, будет Иерусалим. И будет правитель... Я абсолютно согласен. Все завязано на экране. Из колена данного будет правитель 42 месяца и будет выдать себя за Бога, второй фессальникистом. Как так? Ну, никак, оно вплотную подошло, вы разве не видите? Что там вот это перенесли из Тель-Авию в Иерусалим, Трамп перенес посольство. Это все к одному идет. Будет смута, и смута это кончится тем, что будет правитель, который подомнет все. Вот сейчас, я говорю, территория воюющих, которые идут против Израиля, в 500 раз больше мусульман. И ничего не могут сделать. И не сделать ничего. Почему? Они на шестой день после образования... Сколько войну начали? На цехой, когда в 48-м году Израиль был... Сколько стран арабских хотел раздавить Израиль? Не раздавили. Шестидентная война. Вы же объясняли когда-то, вроде я два слышал, что это войны, которая не существовала в мире, по примеру. Она выносит и все каноны рвет, как бы, на части. Государство не имеет армии регулярно обученной, все. Она противостояла целому арабскому миру и выстояла, и выиграла. Но за ними Бог. Это предсказано Богом. Поэтому мы не должны даже сильно удивляться, почему все творит Бог. Вот и все. Я вот, когда разговариваю, я говорю, вы хотите быть благословенными? Ну, разбери, что такое благословение, проклятие. У благословения, я говорю, две вешки, два столба. Первый. Никогда не поноси народ Божий Авраамова семя. Написано, проклинающий тебя проклят будет, благословляющий будет благословлен. Это первое. И последнее, Малахия говорит, плати Богу десятину. Бог говорит, пролю на тебя с неба все благодеяния. Десятую часть отдай на дело Божие. В церковь принеси. Все. А между ними, чтение отца, мать, все остальное, это уже не на первом месте. Я вот здесь сейчас рулетки объясняю молодым. Кажу, вам задача почитать отца и мать. Один здесь к нам гости приезжал из Кавказа. Ну, спрашиваю, как там на Кавказе? Ну, а вы знаете, почему на Кавказе так долго живут люди? Ну, конечно, знаем. Там чистая вода, хорошие продукты, виноград, все свое. Горный воздух. Говорит, это все так, но это не главная причина. Какая главная причина? Я видел, дедушка 95 лет, сидит за столом кушает, а ему подает еду его сын 75 лет. И он не садится за стол к уважению к отцу. Ему 75 лет. Он прислуживает отцу. Он почитает отца своего, которому 95. Вот закон где. Так написано. Есть такой фильм, называется «Искупление». Вы его не видели? Можете видеть. Запишите. Он специально поставлен для евреев, как обратился один к Богу. Еврейский фильм. Ну, очень хороший. Видимо... Вы не зря так на евреев переключили, потому что я по традиции еврейской чистокровный еврей. Потому что моя бабушка была еврейкой с Австрии. Она бежала от нацистов в западную Польшу. И в западной Польше, когда Гитлер и Сталин поделили Польшу, она попала в Советский Союз. Понимаете, как бы разделены. И там, где она жила, перешла к Украине эта территория. Уже Советский Союз, это была Украина, забрала эту территорию. Ну, Советская Украина, присоединили в 1939 году. И в моем городе, где я родился, до 1939 года, я беру историю города, смотрю свою, здесь в Америке смотрел. 86% евреев жили, 8% украинцы, 5% поляки. И остальные по процентику. И была построена первая синагога на западной Украине. Это в моем городе, где я родился. Город Любовь, Львовинской области. Это на границе Польши сейчас он находится практически. И мой отец ходил в школу, и Равин приходил, забирал своих. Православный батюшка проходил, забирал православных. Аксен забирал своих. Ну, каждый шел по-своему учиться в Божьей науке. В каждую свою, как бы, по своей правонарушности. А мы, я так бы, свое еврейство очень не ощущаем. Но если смотреть прямо, кто по национальности. То если мама моя еврейка, бабушка еврейка, мама моя еврейка. Значит, я еврей. Бо еврейское чрево выносило. Вот такая ситуация. Ну что ж, мы будем прощаться, наверное. У вас вопросы ко мне есть? Я желаю вам самого наилучшего. Долгих лет жизни. Пусть Бог благословит, и вы будете орудием его. Подольше. На этой земле вы нужны. Вот долгих лет жизни вам. Здоровья, конечно. Да мой ресурс на жизнь кончился. При большей крепости 80. А мне через два месяца будет 80. Куда? Все кончилось. Ну, ничего. Мой отец за Сталина отсидел 10 лет получил. Отсидел 7,5 лет. И вышел, потирал все зубы. И всегда болел он. У него была язва, желудка открытая. Он имел аварию. Если бы мне кто сказал, что мой отец, когда я был молодой, и мне папа говорит, пойдем со мной на машину поедешь, у меня, может, сегодня приступ возьмет. Мне надо будет, ты порулишь, пока я буду приступ переносить. Если бы мне кто тогда сказал, что мой папа доживет до 88 лет, я бы в жизни не поймал. Даже именем Божьем если бы говорили, то еще бы подумал бы. Ну, и папа дожил до 88 лет. Умер в Америке, похоронен на Сауд-Каролине в Красной Земле. Ну, его тело. Так что Бог его знает. Добрых людей Бог держит. Вы нужны. Я вот так наблюдаю за вашей жизнью. Вы нужны Богу и вырудием в Божьих руках. Значит, пока вы... Вы в скайпе, как только зайдете, можете сегодня даже сделать, чтобы точка была. Я вам туда буду давать такие материалы, которые искать не надо. Покажу, когда мы молимся, когда встречи, как занятия идут. Чтобы подошли в любой момент, раз, и все данные... Есть такой вопросик есть. Например, я знаю, как приводить деньги, но, оказывается, я приводил на операцию мальчику на Дальнем Востоке, в Приморский край. Если вам материальную помощь оказать, у нас есть такая... Маниграмм перевод такой идет. Надо указать имя, фамилию и вам дать номер. Я вам дам. Вы только зайдите по скайпу, я скину. У нас тут умерла одна сестра, у нее четверо детей осталось. А муж глухонемой, да еще и... Я готов помочь. Потому что, знаете, я еще скажу коротенько за себя. Я занимаюсь в гуманитарной помощи, в составе ритуальной организации работаю. Брук оф Лайер, в ручеек жизни. И мы помогаем людей, которые в нужде. Я перевожу для в дом. Я вам сразу скину данные. Скину данные. Хорошо. Там все обдумано. Вообще дети подрастают. Я имею фон. По скайпу. По скайпу зайдите, я вам скину. И вы можете сделать перевод тогда. Перевод на этих детей. На четверых детей. Это дело благое будет. А они подрастают, уже учиться начинают. Вот так. Ну что, до свидания. До свидания. Божьи благословения. Будьте здравы. Спаси Христос. Того же вам желаю. С Богом. До свидания. До свидания.